Мы начинаем, Андрей Андреевич, ну что, смотрите, я вот думал начать просто с обсуждения G7, но все-таки, по-моему, имеет смысл упомянуть то, что происходит прямо сейчас, продолжается, ну в какой-то части, на территории Российской Федерации, в Белгородской области, уверен, вы следили, и давайте с этого начнем, это же тоже последнее приготовление, контрнаступлению, и уж я не знаю, военный эффект мы еще будем оценивать, это вступление на территорию Российской Федерации подразделений РДК и ЛСР, Легион Свободной России, в дальнейшем, а вот политический эффект уже есть, уже есть. Андрей Андреевич, что вы скажете насчет того, что произошло, какое-то будет иметь последствия и так далее? Политический эффект громадный, я даже думаю, неожиданный и для Легиона Свободы России, Российского гражданского корпуса, и для их союзников, украинцев. Это двухдневные события в Белгороде стали мультипликатором, мультипликатором острейшего внутреполитического кризиса в России, о котором мы с вами неоднократно говорили. Ведь смотрите, как коллективный Пригожин воспользовался этой ситуацией. Вот, я не знаю, видели ли вы его сегодня последнее обращение, оно уже прямо без всяких его обвиняет во всем случившемся предателем министра обороны Шойгу, как его там, я не помню, уже его по имени отчества Кожугетовича. Сергей Кожугетович. Сергей Кожугетович, я неоднократно звонил Сергею Кожугетовичу, предупреждал об этом Грозе, предлагал свои усилия по охране этих приграничных обеспеченных безопасностей при Грозе, Сергей Кожугетович послал меня подальше. И этот вопль Пригожина коллективного подхвачен всем корпусом наших легендарных военных корреспондентов, заправляет там, конечно, легендарный Кац или Коц, я никак не могу точно запомнить его фамилию. Он Кац, он же Коц. Вот он эти мотивы расплющивания министерства обороны повторяет, и самое интересное, к этой атаке на министерство обороны присоединился губернатор Белгородской области Гордеев, возмущенным жителям подопечных, ему подопечных, он ответил, у меня самого есть вопросы не меньше вашего к министерству обороны. Мой такой предварительный вывод, ну мы подробно обсуждали вашу ситуацию, ясно же с вами ситуация в России, ясно, что коллективный Пригожин, это, конечно, не одиночка действующая, это серьезная политическая группа, готовит к закланию, давно уже готовит Шойгу и Герасиму, как виновных в неудачном поражениях России. Но наше общество, мы расстались в прошлый раз с вами на той точке зрения, что пока Шойгу и Герасимова не снимают, не расстреливают, не обезглавливают на лобном месте, потому что на них еще нужно свалить вину и на грядущие неизбежные поражения России вот в ходе начинающегося, начинающего контр-ступления. Но после вот сегодня событий, вот этой суперактивности коллективного Пригожина, я начинаю задумываться, не готовят ли нас вот к этой первой стадии этого серьезного военного переворота уже в ближайшие дни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok